Здравствуйте, меня зовут Денис Голиков, это обзор предложения Scratch Junior. Вот такой симпатичный котеночек. Установите его. Запомните название Scratch Jr. пишется Google Play, котеночек Scratch Jr. нажимаем открыть, нажимаем домик. Я уже создал кучу проектов, у вас здесь будет пусто и кнопочка с плюсом позволяет создать новый проект. Scratch Junior это упрощенная версия Scratch, как видите блоки бывают желтые, синие, фиолетовые и на этих блоках совершенно нет текста. То есть ребенок, который даже не умеет читать, уже может делать свои проекты на этой программе. Добавляем фон, сверху кнопочка добавления фона, нажимаем галочку. Теперь можем запрограммировать котенка. Самое простое, когда котенка нажали пальцем, подпрыгнуть. Нажимаем он привет. Так запросто можно создать мультфильм, историю или более сложный проект. Здесь есть куча персонажей, которых можно добавить. Каких-нибудь друзей, например добавим хрюшку. Теперь у нас есть котенок и хрюшка. Здесь можно изменить размер персонажей, чтобы они прятались или появлялись. Можно записать голос микрофона, здесь можно задержку использовать и даже цикл. Вот элемент настоящего программирования цикл. Переменных как Scratch здесь нет, других сложных ветвлений тоже нет. Простейшие команды, но позволяет сделать интересные проекты. Например, покажу. Вот сегодня я сделал интересный проект, называется простейшая игра Убеги от змейки. Включаем режим демонстрации. Змей гонится за котенком. Котенок убегает, когда мы у него кликнем. Нажимаем зеленый флажок для старта. Змея не бежит. Это был проект. Нажимаем. Змея гонится за котенком. Кликаем, он убегает. Такая простая игра. Если мы забыли кликнуть котенка, то змея его проиграл. Котенок исчезает. Вот такие простейшие игры и мультфильмы ребенок уже с 5-летнего возраста может делать на Scratch Junior. Здравствуйте, меня зовут Денис Голиков. Это обзор приложения LightBot. Вот так оно выглядит. Оно позволяет познакомиться с простейшими алгоритмами. Задача игрока. Провести робота по дорожке. Сначала небольшая обучалка. Человечек говорит, что ему нужна помощь. Для того, чтобы он шагал вперед, нажимайте вот эту. Для того, чтобы включить лампочку, нажимайте лампочку. Вот я кликнул и стрелочка появилась здесь. Если робот сделает шаг вперед, он окажется здесь. Надо добавить вторую стрелочку. Теперь он дойдет до синего. Теперь можно включать лампочку. Для запуска нажимаем на зеленый. Очень просто. Задание будет постепенно усложняться. Потренируйтесь. Поиграйте в эту игру. Она бесплатная. Также есть платное приложение LightBot, в котором очень много уровней и оно достаточно сложное. Попробуйте. Покажите детям. Пускай они начинают знакомиться с алгоритмами, с простыми вещами на планшете. Постепенно смогут стать настоящими программистами. Если займутся и рисуются программированием, то смогут на компьютере изучать Scratch и другие сложные программы, типа Python. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Меня зовут Денис Голиков. Это обзор приложения Алгоритмы Сити. Здесь такой главный герой, вот кубический пингвинчик, которого надо провести с помощью алгоритмов по дорожке. Тренировка. Здесь очень много уровней. Начинаем с первого уровня. Он просит помочь ему собрать золото. Стрелочка перемещает его. Эти две стрелочки поворачивают. Эта команда позволяет собрать золото. Это подняться вверх. Эта программа позволяет делать функции. Это запуск. Главная арена. Арена сборов функций. Лампочка. Используйте для ускорения движения. Давайте соберем простейшую программу. Надо шагнуть вперед. Взять монетку. Нажимаем play. Пингвин пошел. Собрал монетку. Следующий уровень. Обратите внимание, пингвин повернут в сторону. Поэтому сначала надо повернуться. Потом шагнуть вперед. Только потом брать монетку. Поворот. Шаг. Собрал. Совсем не сложно. Скачайте это приложение. Дайте детям поиграть. Пускай они потренируются сыграть алгоритмы. Если им понравится, то может быть они даже станут настоящими программистами. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Меня зовут Денис Голиков. Это обзор программы Роботизм. Приложение. Приложение. Он есть под iOS и под Android. Есть много уровней. Начинаем с простейшего. Миссия 1. Дойти до нужного места, обозначенном стрелочками. Первый урок. Надо научиться двигаться. Надо шагнуть вот сюда направо. Для этого надо взять робота. Синяя команда движения. Синяя команда движения. Нажимаем на кнопку. Очень красивая графика. Красивые звезды. Шикарно нарисованное приложение. Подходит для детей с 5 лет. Ну, я догадался. Наверное, надо шагнуть два раза. Раз. Раз. Ой. Два раза. Вот так. Раз. Два. Два шага. Нажимаем кнопку. Подошел. Ура! Прикольное приложение. Скачайте его детям. Пускай потренируются составлять алгоритмы. И, может быть, они смогут стать настоящими программистами. Перейти к созданию проектов на Scratch Junior. Потому что он немножко посложнее, чем это приложение. Там можно сделать законченные проекты. Надеюсь, вам понравится. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Меня зовут Денис Гориков. Это маленький обзор приложения CodeSpark. Небольшое видео рассказывает, как легко работать в этом приложении. Дети, начиная с 3-го возраста, уже могут справиться. И пройти интересные уровни этой игры. Просто перемещаем персонажей. Используется, знакомиться здесь с циклами. Все происходит в игровой форме. Но, опять же, как на Scratch Junior, готовый целый проект создать нельзя. Можно просто проходить уровни, тренироваться, развивать алгоритмическое мышление. Это достаточно красочно и интересно. Если дети заинтересуются алгоритмами, то они могут перейти к Scratch Junior, к настоящему Scratch и дальше стать настоящими программистами. Делать программы на питоне и на других взрослых языках. Для того, чтобы начать, установите это приложение и попробуйте. В приложении много мини-игр, как видите на видео, огромное количество. Для того, чтобы все их пройти, нужно научиться составлять алгоритмы. Я рекомендую с 5-летнего возраста начинать, но, судя по видео, некоторые дети 4-летние тоже справляются с этими уронами. Приложение CodeSpark посерьезнее, чем предыдущее, поэтому требует адрес электронной почты родителей, чтобы зарегистрироваться и войти в это приложение. Далее требуется указать возраст ребенка, номер 5 лет. программа бесплатная в течение 7 дней, а потом требует некоторых финансовых положений. чтобы получить доступ, видите цифры 4411. Программа серьезная, защищена. 1 месяц подписки бесплатно 7-дневный пробный период, далее 459 рублей в месяц. Если заинтересуетесь, то приобретайте приложение, прокачивайте детей. Готовьте их к профессии программиста. Продолжение следует... Продолжение следует...